МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 июня 1917 года открылся первый Всероссийский съезд Советов, на котором присутствовали представители от большевиков, меньшевиков и эсеров. На первом же заседании был поднят вопрос об отношении к высылке из России председателя Цимервальской конференции Роберта Гримма. Рейдеры меньшевиков Церетели и Скобелев, а также эсер Керенский объявили депортацию правильным шагом, поскольку Гримм отказывался обличать немецкое государство, стремившееся к продолжению мировой войны. Григорий Зиновьев тут же упрекнул выступавшую, что они в этом плане ничем не лучше. Ведь министры Временного правительства Керенский, Церетели и Скобелев не собирались заключать мира и преодолевать царившую в стране разруху. Это порождало беспорядки в армии. Шесть труд 10-го туркестанского полка заявили, что не желают прокладывать тыловые дороги, а 103-я дивизия попросту остановилась по пути на фронт. Такое положение внешней политики пугало правительство. В тот же день его члены приняли резолюцию о том, что выиграть войну страна сможет только в тесном взаимодействии с союзниками по Антанте. Причем при ее обсуждении бывший министр иностранных дел Милюков обратил особое внимание на возраставшую угрозу большевизма. В это время собрания ФАБ-завкомов, на которых большевики председательствовали, требовали установить рабочий контроль над производством. До Великой Октябрьской социалистической революции оставалось 144 дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова